МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня в программе Этнокрым. Как крымские украинцы популяризируют свою культуру на полуострове? Это просто замечательно, когда люди поют. Ведь песня сплачивает все народы. Ярко, интересно, колоритно прошел фестиваль «Дружбы народов Крыма». Нам главное показать, насколько мы едины. Стефан Стамати. Какой подвиг совершил герой первой обороны Севастополя? Стамати предложил сражаться до последнего снаряда. Заброшенные, но не забытые. Удастся ли восстановить культовые сооружения, находящиеся на грани исчезновения? Хотелось бы, конечно, восстановить. Какие праздники отмечают болгары в Крыму? С каждым годом, с приходом в Россию, праздник набирает обороты, и его отмечают все масштабнее и масштабнее. Таджики. Один из многочисленных народов, проживающих в Крыму. В любой беде, в радости, в горе, этот народ сразу подаст руку. Десять самых грандиозных открытий греков античности. Таджики. Десять самых грандиозных открытий греков античности. Тараса Шевченко. И сегодня многие песни на его стихи не потеряли своей актуальности. В репертуаре вокальной группы «Кумушки» есть песни и русские, и белорусские. Но самые любимые, по словам солисток, украинские. Это замечательно, это просто замечательно, когда люди поют. Ведь песня сплачивает все народы, любой национальности. Украинская песня, прежде всего, она лиричная, она нежная, она льющаяся, как ручеек, как луч солнца. Она, ну, просто, понимаете, она заряжает человека положительнейшими эмоциями. И она может передать душу человека. Кумушки успели побывать во многих странах и стать лауреатами международных конкурсов. Песни, танцы, музыка – это универсальный язык любого народа, который не нуждается в переводе. Его основная миссия – дарить радость, считают солистки. Мы вообще веселые. Вот коллектив у нас, мы такие, с юмором. И вокальная группа «Кумушки», она подразумевает тоже веселое, юморное. У нас очень много песен веселых. Вот украинские песни, они вот если веселые, так уже развернулась душа и пляшет. То же самое украинские. И у нас в репертуаре очень много и русских, и украинских песен, именно веселых, шуточных, с юмором. Красивые мелодичные песни и сно пшеницы – главные символы этого народа. Украинцы – один из самых многочисленных этносов Крымского полуострова. Крымские украинцы – такие же, как и обычные крымчане, россияне. Они себя как-то, в принципе, не отличают от крымчан, от россиян, от русских. Украинская община Крыма была создана в 2015 году. В ее состав входит около тысячи человек, но лишь 200 из них принимают активное участие в культурной жизни своей организации. Наша организация и создана с 2015 года, она функционирует в Крыму. Ради того, чтобы крымские украинцы могли приходить на наши праздники, как говорится, окунаться в атмосферу украинской культуры, чтобы, наверное, подрастающее поколение все-таки не забывало свои куриния, так сказать. Могла приходить, вспоминать, что-то делиться своим опытом, может быть, чему-то учиться у нас. У нас уже есть и сложились традиционные мероприятия в рамках Дней украинской культуры. В частности, День памяти Тараса Огеньковича Шевченко, 9 марта. В обязательном порядке уже много лет у нас возложение цветов к памятнику Тараса Огеньковича Шевченко. Всегда происходит это традиционно. У всех славянских народов есть общие обычаи и традиции, и одна из них – сбор урожая. В это время украинская община Крыма проводит фестиваль украинской культуры «Обжинки», на котором демонстрируется вся красота и колорит этого народа. В прошлом году мы первый раз провели этот фестиваль в парке имени Гагарина. Причем это было, что значит парк? Это многолюдно, это сцена, это звучали песни, все видели и танцы украинские. Очень много было людей. Люди с удовольствием смотрели, с удовольствием слушали, проводились мастер-классы по традиционным украинским ремеслам. В этом году мы тоже будем, это ключевое будет событие в этом году в рамках «Украинской культуры» уже фестиваль, который себя зарекомендовал. Важным событием в жизни украинского общества Крыма стало создание новостного сетевого ресурса «Переславская рада-2.0», на котором распространяется информация на украинском языке о событиях, происходящих в Крыму. Портал у нас совсем маленький еще, ему буквально месяц. Название «Переславская рада-2.0» неспроста. Если обратиться к истории, мы знаем, что «Переславская рада» — это такое событие, когда действительно русские и украинцы стали единым целым. Мы, наверное, когда выбирали название, мы все-таки преследовали ту цель, показать, подчеркнуть, что украинцы, россияне, белорусы, да, все мы славянский народ, и нас не надо разделять. «Переславская рада» — это то название, которое действительно внесет в себе объединяющий характер. А «2.0», так как мы знаем, это модная тенденция такая, да, перезагрузка. Вот мы показываем своим названием «Переславская рада-2.0», что мы хотим перезагрузки отношений. Своей активной деятельностью крымские украинцы стремятся сохранить национальную культуру, старинные традиции предков и сберечь свой родной язык. На фестивале «Дружба народов» словно на Восточном базаре оживленно, увлекательно и празднично. Мероприятие прошло на базе филиала Российского государственного университета «Правосудие». В нем приняли участие более ста студентов. По словам организаторов, главная задача — это формирование толерантности, развитие творческих способностей и знакомство студентов с культурой и традициями народов России. Мы убедились в том, что пропаганда традиций и ремесленности народной, которая веками собиралась в Крыму, она на людей действует очень благотворно. Прежде всего на наших молодых студентов, которые с удовольствием участвуют в этом и приносят хорошую пользу. Потому что у нас многонациональный университет. Участвуют все студенты в этом фолклоре, показывают свою национальную часть культуры. Это с удовольствием. Притом мы видим, глаза блестят, душа поет, поэтому это очень здорово. В национальных колоритных костюмах с интересной программой студенты разных курсов представляли одну выбранную ими национальность. Каждый старался максимально ярко подать свой народ. Подготовка была очень напряженная. Начали мы готовиться еще три недели назад. Готовились мы все упорно. Потратили много сил и нервов. Гуцелла – это вообще закарпатский народ. В основном это были горы. Сегодня у нас будет на фоне нашего танца изображение гор. Мы танцуем в горах. Студенты с собственными усилиями и с большим энтузиазмом готовились к этому мероприятию. Участники, представляющие чеченскую культуру, репетировали свой выход на протяжении двух месяцев. За это время, по их словам, они узнали много нового и интересного о чеченском народе. Для нас самое главное – это раскрыть каждую культуру и понять их традиции, их обычаи. И это очень, считаю, очень полезное мероприятие. Открыли для себя чеченскую музыку, очень ритмичную, динамичную. Ну и восточные звуки, конечно, очень греют душу на самом деле. В Крыму очень много народов, да, мы все находимся на одной территории. И очень важно, чтобы все народы взаимодействовали между собой. Не было никаких конфликтов и так далее. Ну, это наш мир, это все хорошо. А вот представители крымско-татарского народа делали акцент на национальный фольклор. Исполненный ими народный танец хай-тарма и хуванч покорил зрителей. Лично я не являюсь крымским татаром, но все же очень хотелось бы представить этот народ, потому что мне очень нравятся их танцы и как-то по душе. Наша сейчас группа представляем общий танец, называется «Ручестарайская хай-тарма». Данное мероприятие очень важно для каждого, чтобы сблизиться с разными народностями и узнать их более лучшие, их традиции, обычаи. Для студентов Крымского юридического института фестиваль дружбы народов стал традиционным. Его проводят с 2016 года. Очень приятно, что у нас сегодня представлены и курды, и чеченцы. Пускай это не характерно для Крыма народов, но нам главное показать, насколько мы едины, мы ходим под одним небом, насколько происходит взаимопроникновение культур, насколько ребята учатся посредством изучения истории, культуры, традиций, нравов друг друга, уважать, понимать, принимать культуру и нрав других народов. В рамках фестиваля прошли мастер-классы, на которых были представлены ремесла народов Крыма. Своё мастерство показали гончары, чеканщики, кузнецы и вышивальщицы. Интересуются и студенты, и преподаватели очень интересовались, были заинтересованы, потому что, ну, молодёжник, не каждая пробовала ткать на таком станке, девочки сегодня пробовали, ну и даже не знакомы с таким станком. А раньше это была очень медленная, ручная, такая тяжёлая работа. Ткачихи, которая, ремесло передавалось из поколения в подколение, от бабушек к внукам, от мамы к детям, и так пользовались в хозяйстве, потому что другого не было. Очень понравилась техника, первый ткатный станок, очень понравился, потому что это действительно интересно узнать, как раньше делали ткани и технику именно саму. Также очень понравилось бисероплетение, именно у меня мама занимается таким бисером тоже, и очень, ну, мне тоже очень хотелось попробовать именно себя в этом. Организаторы рассчитывают, что фестиваль рано или поздно покинет вузовские рамки, и к нему присоединятся и другие учебные заведения Крыма. «Я выполнил свой долг, совесть моя чиста». Так написано на памятнике герою первой обороны Севастополя Стефану Стаматти. Могила легендарного командира роты Балаклавского греческого батальона находится на деревенском кладбище в селе Флотское, которое до 1945 года называлось Корань. В прошлом здесь жили греки, отставные офицеры Балаклавского греческого пехотного батальона, которые после того, как оставили службу, занялись виноградарством, табаководством и земледелием. Они же и построили церковь во имя святых равноапостольных Константина и Елены. Село Корань, это чисто греческое село, и дали греческим бойцам, греческого батальона для семей. И они построили здесь свои дома, и здесь они жили. Небольшой храм, выполненный по всем канонам греческой православной церкви того времени, действует и сегодня. В прекрасном состоянии мы нашли и памятник известному герою первой обороны Севастополя. Однако долгое время он находился в плачевном состоянии. Лишь в 2006 году, когда на этом месте был найден фрагмент памятника капитану Стефану Стамати, мраморный ствол пушки с надписью и следами от спиренного металлического креста, греки Севастополя приняли решение о восстановлении могилы и памятного знака. Тут было чисто греческое кладбище, тут еще дальше, выше, очень много греческих могил. И там где-то среди них одна из них Стефана Стамати. Эту памятник мы сделали уже в новодел. Александр Георгиевич Криво, царство ему небесное, он был, ну, энтузиаз, аксакал греческого движения. Ну вот благодаря ему и собранных средств, греки собрали и за свои средства поставили. Автор, архитектор Григорианцев, помог нам бесплатно, безвозмездно. И тут общими силами поставили. Анатолий Трикмениди был в числе тех, кто принимал участие в восстановлении памятника герою Крымской войны 1853-1856 годов. С большим сожалением он говорит о том, что о подвиге греческого пехотного батальона полковника Матвея Монто и командира роты Стефана Стамати сегодня мало кто знает. А это были истинные патриоты России, готовые с легкостью отдать свои жизни, чтобы не опозорить ни честь Российской империи, ни греческого народа. Когда англичане уже наступали, полковник Монто позвал к себе майора Малдернаки и Стефана Стамати. Они провели совещание, решили, что делать, потому что у них было в наличии всего 80 человек бойцов и 30 человек от совников подошли в помощь. Стамати предложил сражаться до последнего снаряда. 118 человек, а из оружия 4 мортиры и ружья старого образца. Таким скромным составом и военным арсеналом греческий батальон встретил противника превосходящего его по численности в разы. Согласно рапорту полковника Монто за 15 февраля 1856 года, «Мы все находились под сильнейшим огнем и были окружены со всех сторон неприятелем из 30 тысяч англо-французов под командованием лорда Раглана и девятью военными кораблями и пароходами. Выдерживали с горстью людей против неприятеля в 300 раз сильнейшего нас. Самый жесточайший бой. Около пяти часов». «Балаклава» имела очень стратегическое значение. Взял «Балаклаву», то считай, они взяли Севастополь, потому что они спокойно могли обстрелить туда Севастополь. И здесь отличная бухта для их флота была. Это ключевая точка была «Балаклава». Ну вот на день обороны, это как раз было в день воздвижения креста Господня, с утра отслужили службу, и причем службу, даже уже когда шел бой, служба не прекращалась, до конца отслужили. 14 сентября 1854 года «Балаклава» стала местом поистине героического сражения греков с англичанами, которое длилось до тех пор, пока у защитников не закончились снаряды. «Греки вели стрельбу в трех направлениях – и по кораблям, и на вход в «Балаклаву», и выше себя. Те поставили артиллерию и стали отстреливаться. Но их снаряды пролетали над ними, и они получали, если они друг друга перекрестным огнем стреляли сами себе, нанося урон». Можно только представить себе удивление британских офицеров, которые нашли в стенах разрушенной генуэзской крепости чуть более ста человек, храбро оборонявших «Балаклаву» несколько часов. И на их вопрос одному из офицеров, на что он надеялся, пытаясь ротой удержать войсковое соединение, гордый грек ответил, «Безусловной сдачи я навлек бы на себя и гнев моего начальства, и ваше презрение. Теперь же совесть моя спокойна, потому что я выполнил мой долг до конца». Кому точно принадлежит эта фраза Стефану Стаматии или Матвею Монто, историки спорят до сих пор. В любом случае героическая оборона «Балаклавы» отставниками и солдатами греческого батальона должна стать хрестоматийным эпизодом русской истории. Так однажды сказал известный писатель Борис Акунин. И мы с ним абсолютно согласны. Крым всегда был многонационален, и сохранившееся на полуострове культовое сооружение разных народов – яркое тому подтверждение. Но, к сожалению, некоторые из них находятся в плачевном состоянии. Это чешский костел сердца Иисуса Христа, расположенный в селе Александровка Красногвардейского района. Прежде благовидный и роскошный, ныне одинокий и заброшенный. Но чехи Крыма считают восстановление этой святыни своим долгом. «Это, наверное, самая главная наша цель и миссия – это восстановление этого костела. Дело в том, что наших сил просто не хватает. И, конечно, хотелось бы привлечь какие-то федеральные средства, органы для восстановления этого уникального памятника наследия. Потому что это действительно здание, требующее капитального ремонта, но оно уникально по своему происхождению». «Несколько лет назад мы обращались в Министерство иностранных дел Чехии, чтобы они помогли восстановить костел. Но, к сожалению, так оно все и осталось». Александровский костел высотой 43 метра, шириной 15 и длиной 37 метров, построен из белого ракушечника в неоготическом стиле. Каждый камень привезен прихожанами из Белогорска и Инкермана, а соорудили его переселенцы из Чехии и Германии. «По своему вероисповеданию, чехи – они католики. И вот этот костел, который находится вот сейчас в таком состоянии, а тогда, когда он был только построен, он был вот таким вот красивым, фундаментальным таким зданием. Костел этот, проект был утвержден в 1905 году. В 1906 году началось строительство костела, и костел был построен в 1910 году». Богослужения и все церковные обряды велись в храме поочередно, на трех языках – латинском, чешском и немецком. Пока святыню не настигла судьба большинства храмов на территории страны. Костел был закрыт. Сначала здесь соорудили клуб, а позже – склад под зерно и удобрения. Нынче вход сюда и вовсе закрыт. Так и стоит некогда красивая обитель под дождем и солнцем, продолжая превращаться в руины. «Мы хотели бы, чтобы его восстановили, потому что здесь же тоже тут и чехи, и немцы проживают. Среди немцев тоже много католиков. И хотелось бы, конечно, восстановить». «Я думаю, что это не только у чехов Крыма есть такая потребность. Мне кажется, что такая потребность есть у всех крымских людей, заинтересованных в сохранении таких культурных наследий». На грани полного исчезновения находится и средневековый армянский храм в селе Богатое Белогорского района. Армяне именовали его «Сур-Пыркчи» – «Святого Спасителя». В русскоязычной литературе XIX века фигурирует также название «Святого Ильи». Несмотря на значительное разрушение церкви, здесь все еще сохранилось много интересных архитектурных деталей, по которым можно судить о былой красоте храма. «Чем уникален этот памятник? В этом памятнике есть очень много скульптур, фигур, которые сделаны из целого камня, которые находятся, честно говоря, в плачетном состоянии». Постройку эту относят к XIV веку. В XI веке часть армян, спасаясь от угнетателей турок-сельджуков, вынуждена была покинуть родину. Они в основном расселились в горном юго-восточном Крыму – в Феодосии, Судаке, а главным образом между Белогорском и Феодосией, где и сохранился ряд исторических памятников, в том числе и останки монастыря Святого Ильи. Когда-то здесь были кельи, хозяйственные постройки, духовная школа, трапезная. А в 1927 году монастырь был закрыт и вскоре стал разрушаться. «Это один из тех проектов, которые мы хотим остановить. У нас в районе очень много церквей, очень много мест, где жили армяне». Сегодня он отнесен к объектам культурного наследия федерального значения. Пока церковь является бесхозной. По словам государственного эксперта по проведению историко-культурной экспертизы Миружана Петросяна, объект нуждается в срочных противоаварийных работах. Необходимо усилить фундаменты, привести антисейсмические мероприятия и делать противоаварийных работ. Укрепить, закрывать от влияния и дальнейше делать реставрационных работ. Далее в программе. Какие праздники отмечают болгары в Крыму? С каждым годом, с приходом в Россию, праздник набирает обороты и его отмечают все масштабнее и масштабнее. Таджики. Один из многочисленных народов, проживающих в Крыму. В любой беде, в радости, в горе, этот народ сразу подаст руку. Десять самых грандиозных открытий греков античности. Какой народ не любит праздники? Ведь именно в танцах, песнях и национальной кухне находят отражение древние традиции и верования людей. Сегодня мы узнаем, какие праздники отмечают крымские болгары. Если говорить о том, какие праздники празднуют болгары, то их можно разделить на национальные праздники, на государственные праздники, на общенародные праздники. Ну и так как мы сейчас будем говорить о крымских болгарах, то мы Крым часть Российской Федерации, поэтому мы и общенародные праздники отмечаем. Одним из самых любимых и долгожданных праздников болгар является Новогодина. Новый год. Готовятся они к нему с начала ноября. Для болгар это не домашний праздник, так и болгары в Новый год ходят друг к другу в гости, посещают какие-то светские мероприятия. То есть для них это праздник такой, праздник в социуме, если говорить о празднике болгарском. Есть Старый Новый год, когда болгары кобедуют, сурвакари их называют у нас, как правило, это мальчики. Есть такая красивая у них кизиловая ветка в руках, ее украшают и так легко побивая, сурвакуют, рассказывают такие колядки, их можно так назвать. Ну и в общем-то за это получают угощение. Большинство болгарских праздников традиционно связано с земледелием, скотоводством и виноделием. Одним из самых веселых является народный праздник виноградарей Трифон-Заризан и приходится он на 14 февраля. По одной из древних легенд в день смерти мученика Трифона все местные виноградники подверглись нашествию вредителей. Виноградари обратились с мольбой к святому, чтобы тот помог им сохранить будущий урожай. Насекомые чудным образом исчезли, а в благодарность святому день обрезки виноградной лозы болгары назвали праздником Трифон-Заризан. Мы чтим свои традиции и праздники, мы молимся благодаря батюшке за то, чтобы был урожай, потому что от урожая зависит и наша жизнь. Особое место в календаре болгарских праздников занимает дата 1 марта. В этот день ярко и весело отмечается приход весны. По-болгарски этот праздник называется Баба Марта. И в этот день все болгары друг другу приветствуют выражением как «честита Баба Марта», что означает «счастливой весны». Это очень добрый праздник, очень такой радостный. Это мой любимый, кстати, праздник. С детства я его очень хорошо помню, как мы его отмечали. Мы и сейчас его продолжаем отмечать каждый год. Болгарские женщины в этот день плетут мартинички из красной и белой нити. Красная означает жизнь, кровь – весну, а белая – символ зимы. Поскольку в марте погода может быть как по-весеннему теплой, так и по-зимнему холодной. Мартинички – это пожелание радости, счастья, добра и удачи. А сжигание Бабы Марты в основном рассчитано на то, чтобы человек, который после сжигания Бабы Марты перепрыгнул туда и обратно, сам себе пожелал большого-большого здоровья. Считается, что если перепрыгнешь через Бабу Марту, то она забирает все беды, болезни и печали. Каждый год 3 марта отмечается День освобождения страны от Османской империи. Одной из самых важных страниц в истории болгарского народа стала 3 марта 1878 года, когда страна освободилась от Османского ига, подписав мирный договор с Россией. По этому договору болгарское государство возвратило свой статус независимости. Эта дата считается днем, с которого начала возрождаться национальная культура страны. Вероятно, нет такого болгарина, который не знал бы, что 24 мая отмечается праздник болгарской культуры и славянской письменности – День святых Кирилла и Мефодия. Это общенациональный славянский праздник, праздник, объединяющий все славянское крыло. Это, конечно, очень радостно, потому что наверняка замечали, что в этот день одновременно на нескольких площадках происходят мероприятия красивые. Здесь, в Крыму, я хочу отметить, что с каждым годом, с приходом в Россию праздник набирает обороты и его отмечают все масштабнее и масштабнее с каждым годом. Помимо народных и религиозных праздников, болгары отмечают и общенациональные. Таким является День Победы. Каждый год мы с общиной идем в колонию Бессмертного полка, несем фотографии тех людей, болгар, которые приняли самое активное участие в Великой Отечественной войне. Мы всегда несем портреты Ивана Гавриловича Генова. Иван Гаврилович Генов – это наш национальный герой, человек, прошедший две войны. Могила Ивана Гавриловича находится на армянском кладбище, на аллее воинской славы. И в этом году будет организован субботник, мы инициировали его 14 апреля, в воскресенье. Поэтому хотим пригласить всех желающих принять участие с нами вместе в этом мероприятии. Оставаться не только сторонними наблюдателями праздника 9 мая, но и принять активное участие. Конец мая и начало июня в жизни болгарского народа ознаменован самым ярким и ароматным праздником. В это время проводится фестиваль «Роз», поскольку «Роза» особо почитаема среди болгар. О ней сложено много песен, «Роза» является постоянным атрибутом в летних национальных нарядах и в народных вышивках. Масло болгарской «Розы» славится своими ценными качествами по всему миру. В Болгарии проводится фестиваль «Роз» с 1903 года. Именно в этот день, начиная с 21 мая, проходит фестиваль, на который выбирают красавицу и королеву «Роз». С 2016 года автономия болгар города Симферополя запланировала аллею «Роз». 23 мая 2017 года наша мечта сбылась. Была произведена первая закладка кустовых «Роз». Был проведен впервые в Крыму праздник «Роз» болгарский. И мы на следующий год, уже в 2018 году, установили памятный знак от автономии болгар города Симферополя в дар столицы Крыма. На нашем мероприятии присутствовала делегация из Болгарии, где мы высадили около 75 роз. Любой праздник словно соединяет прошлое и настоящее, поскольку в них особенно ярко выделяются традиции, вся красота и вековая мудрость наших предков. Вкратце можно сказать двумя словами. Это «Ассалом» и «Рахмат». «Ассалом» – это «здравствуйте», «Рахмат» – это «спасибо». Почему? Потому что этот народ очень гостеприимный. И в любой беде, в радости, в горе этот народ сразу подаст руку первым. По словам народной артистки Таджикистана Эльмиры Юсуповой, именно так можно охарактеризовать таджикский народ. По официальной статистике в Крыму проживают 874 таджика. Но реальные цифры совершенно другие. На самом деле около 5000. Какой основной род занятий? Ну, очень много у нас, которые официальные, они занимают в общем-то такие должностные. Ну, в основном сельское хозяйство. Таджики – один из древних народов Центральной Азии. Они составляют основную часть населения Таджикистана и довольно большую часть населения Афганистана. Многочисленная таджикская диаспора сложилась также в России и Пакистане. Верующие таджики в основном мусульмане-сунниты. А свое происхождение они относят, как это ни удивительно, к арийцам. Согласно историческим исследованиям, предками таджиков являются оседлые и кочевые ираноязычные народы, распространившиеся на просторах Центральной Азии в конце 2-го – начале первого тысячелетия до нашей эры. А так как таджики – очень древняя нация, то культура этого народа по-настоящему самобытна и уходит корнями в глубокую древность. Музыка и танцы Таджикистана были и остаются неотъемлемой частью жизни этого народа. И до сих пор без них не обходится ни одна свадьба, ни одно торжество, в том числе и в Крыму. Общеизвестно, что таджики не являются коренным народом Крыма, но вот массовый поток переселения когда случился, в каком году? У нас очень многие семьи, которые, то есть крымские татары выходили замуж за таджиков, таджики женились на крымских татарочках и, естественно, в 89-90-х годах они вместе с крымскими татарами переехали в Крым. Крым очень похож по природе, по самому быту очень похож на Таджикистан, то есть климатические условия очень похожи и подходят. Поэтому, приехав сюда, таджики, они себя даже не почувствовали, что они находятся в другой стране. Они как бы как у себя дома. Таджики, проживающие в Крыму, в 2018 году зарегистрировали общественную организацию «Крымское таджикское общество». Очень долго мы шли к этому, перейдя в Россию, у нас это получилось. По словам представителей таджикского общества, их молодая организация будет содействовать тому, чтобы таджикский народ мог свободно выражать, сохранять и развивать свою этническую, культурную, языковую и религиозную самобытность, а также содействовать укреплению мира и дружбы на полуострове. Основные цели и задачи наши – собрать народ таджикский, который у нас сейчас в Крыму, собрать воедино, чтобы мы друг другу помогали, показать нашему многонациональному Крыму обычаи, песни, танцы, кухню нашу таджикскую. Ну и, конечно же, общаться со всеми общинами, мы хотя уже встречаемся очень часто, ну и, конечно же, проводить какие-то тематические вечера. В Крыму официально зарегистрированы и действуют 13 региональных национально-культурных автономий и 27 общественных объединений. Крымское таджикское общество – это первое официальное объединение выходцев из этой центрально-азиатской страны на полуострове. На момент освоения греками при Черноморье и создании в Крыму колоний эллины считались самым развитым народом. Своими достижениями на протяжении долгих веков они охотно делились и со своими соседями. Поэтому выражение «Греция – колыбель цивилизации» ни у кого не вызывает сомнений. Сегодня в рубрике «Факты» мы рассмотрим 10 самых грандиозных открытий греков эпохи античности. Философия. Известная западная философская традиция зародилась в Древней Греции еще в VI веке до н.э. Именно Сократ, Платон и Аристотель сформулировали современный европейский образ мышления. Вопросы мироздания, волновавшие великих мыслителей античности, до сих пор считаются актуальными. Демократия. Греки первыми в мире задумались о социальном устройстве общества и придумали демократию, что дословно с древнегреческого языка означает «власть народа». Любой желающий, кроме женщин и рабов, мог избираться на государственные должности и участвовать в голосовании. Основанная в те далекие времена в Афинах демократия и ныне служит образцовой формой правления для тех, кто задумывается о равноправии и свободе каждого гражданина. Алфавит. Язык Аллады является одним из древнейших в мире. Греки первые на рубеже IX-VIII веков до н.э. создали алфавит, где отдельный знак передает определенный гласный или согласный звук. От греческого письма произошли многие европейские алфавиты. Греческий язык оказал заметное влияние и на язык римлян, и даже славянская азбука, созданная Кириллом и Мефодием в 893 году, практически полностью опиралась на греческий алфавит. Поэтому грамматическая структура и звучание греческого и русского языков сходны между собой. Медицина. Первая известная в мире медицинская школа была открыта в 700 году до н.э. в книге. Позднее свою школу основал и отец медицины Гиппократ. До нас дошло собрание 70 сочинений медицинского содержания, составляющие так называемый Гиппократов сборник. А клятву, которая была написана Гиппократом 2500 лет назад и сегодня произносят врачи во всем мире. Следует отметить, что самые известные медицинские эмблемы пришли к нам также из Древней Греции. К примеру, кадуцей – это жезл греческого посланника богов Гермеса. А чаша со змеей и посох, вокруг которой обвита змея головой вверх – символы бога Асклепия. Монументальная скульптура Дошедшие до нас образцы художественного творчества античности принадлежат к высочайшим, поистине бесценным творениям человечества. Именно греки первые стали создавать скульптуры с максимально правдивой передачей человеческих анатомических особенностей. А при создании теперь уже всемирно известной скульптуры Дорифор, автор огромное внимание уделил пифагорейской теории золотого сечения. Поэтому в древности статую копьеносца часто называли каноном поликлета. Математика Эллада подарила нам лучшие научные достижения и особенно в математике. В основе современных учебников алгебры и геометрии лежат работы, известные нам всем с детства Пифагора, Эвклида и Архимеда. Из обихода древних греков взяты и многие названия геометрических тел, а сама эта наука долгое время называлась «предание Пифагора». Градостроительство Уже в V веке до н.э. греки стали строить свои города-полисы по четкой схеме. Предложение упорядочить планировку улиц принадлежало архитектору и градостроителю Гиппадаму Милецкому. Его городским планом были характерны геометрические формы и прямые широкие улицы, пересекающиеся под прямым углом, которые ярко отличались от хаотически переплетенных улиц городов той эпохи. Херсонес Таврический – яркий пример полиса с такой схемой планировки улиц. Акведуки Несмотря на то, что акведуки больше всего ассоциируются с римлянами, греки их стали использовать гораздо раньше. Самым выдающимся водопроводом Геродот считал акведук на острове Самус. Эту конструкцию историк даже включил в список чудес света. Кроме того, уже в античные времена была реализована идея центрального отопления. Греки прокладывали под полами своих домов трубы, через которые текла теплая вода, подогревая разведенными очагами. Олимпийские игры Это еще один бесценный подарок греков современному миру. Спортивные соревнования в Древней Греции играли важнейшую роль, так как это был прекрасный повод остановить войну. Первая известная нам Олимпиада античного периода проходила в 776 году до н.э. В VI веке до Рождества Христова по примеру Олимпийских игр стали проводить другие общегреческие состязания атлетов, но Олимпиады считались самыми престижными среди них. В 394 году н.э. они были запрещены императором Феодосием I. И только в XIX веке, когда спорт получил в Европе всеобщее признание, барону Пьеру де Кубертену удалось возродить Олимпийские первенства. Произошло это событие в 1896 году. Театр и литература Рождение драмы в античной Греции связано с древними обрядовыми играми, посвященными земледелию и виноградарству. Культ Диониса, бога плодоносящих сил земли и виноделия, получает широкое распространение в VII-VI веках до н.э. Из обрядовых игр и песен в честь Диониса выросли три жанра древнегреческой драмы – трагедия, комедия и сатировская драма. Помимо этого, греками античности были придуманы костюмы, маски, хоровое пение и даже аплодисменты. Пополнить сокровищницу мировой литературы довелось легендарному древнегреческому поэту-сказителю Гумеру. Его произведения «Илиада» и «Одиссея» переведены на многие языки мира. Их до сих пор изучают в школе, по ним снимаются фильмы, сериалы и, конечно же, ставятся театральные постановки. Описываемые события в «Илиаде» настолько затронули душу немецкого предпринимателя Генриха Шлимана, что тот решил посвятить свою жизнь поиску воспетой Гомером Трои. А после раскопок вместе со Шлиманом и весь мир, вновь восхищаясь, открыл для себя величие греческой древней эпохи. Многие думают, что и автоматические раздвижные двери появились совершенно недавно. Но это тоже не так. Эллины их использовали в храмах, а работали они с помощью сжатого воздуха или воды. Первый в мире душ, водяная мельница, будильник, дорожные карты, монеты, термометр, одометр, якорь и даже торговый автомат впервые появились именно в Древней Греции. И, конечно же, грекам античности мы обязаны созданию важнейшего изобретения для моряков – маяку. Самым известным в мировой истории является Александрийский маяк, построенный в III веке до н.э. О вкладе греков в историю развития мировой цивилизации мы можем говорить долго. Сегодня мы вспомнили лишь самые известные имена и изобретения эпохи античности. Какие перемены на дне? Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok